Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну это хорошо. С length of my life Ну это хорошо. Но бывает, знаешь, это заводит людей до такой депрессии, что им хреново становится... ikЫ там какиеiez Митин и видят что их во видит семьи ỗi потому что да, эм marine Они же в HIGHไтс только видят Такие прикольные сторисы, все дела и за счёт этого появляется такое… Internou излишней, я бы сказал. Мне нравится, наоборот. Я считаю, когда напряжения нет, все расслаблены. Мне нравится, что сейчас все так быстро меняется, что там вчерашний компаний лидер, она себе ничего не гарантирует. Одно из самых любимых выражений внутри челка, это следующая, победа или поражение, результат не конечный. То есть ты работаешь сегодня, ты можешь классно поработать, типа победил конкурента номер один. Если ты сегодня расслабился, ты начал тут и никуда. Пройдет еще год, и тебя выйдет с рынка, если там другая более расторопная компания. И наоборот, если ты сегодня даже заферился, результат не конечный, поражение, но ничего страшного, соберись, подумай, как изменить продукт, что сделать, и завтра ты снова будешь на коне. Это хорошо. Мне кажется, наоборот, тебя заставляет двигаться вперед, ты не расслаблен, все меняется так быстро. И это всегда, как китайцы говорят, риск, опасность и возможности. Угроза и возможности. А вот к вопросу, то, что ты говорил, как вообще взаимодействовать нам, как ты видишь вообще в идеале? Молодежь, да. Я как вижу. Сто процентов поколений разделяются. И я сейчас скажу, что в среднем звене, когда я вижу супер дерзкую молодежь, типа вас, и я вижу, наоборот, таких агашек, которые уже уходят. Да. И что интересно, они реально уходят. То есть наше поколение, чем наше поколение отличается от вашего? У вас дофига энергии. Да. У нас все еще много энергии и уже есть опыт. Да, ну и знаний больше, просто мы там больше времени живем. Да. Поэтому, почему этот вот же самый продуктивный, тот, что у нас? Потому что мы уже не делаем глупостей, мы уже многие шишки набили, которые вы еще набили. Да, осознаннее. Осознаннее, да. Да, поэтому мы как бы продуктивнее. Ну, опять же, не все, а только те, у кого энергии достаточно. Кто уже в агашку превратился, он уже туда ушел, да, какой-то там молодой. Так вот, агашки реально сдвигаются повсеместно, со всех отраслей мы начинаем их сдвигать оттуда. Так вот, чего я боюсь? Того, что ваше поколение подожмет нас. То есть я это прощаю. И вот, на самом деле, один из главных фокусов, который я сам хочу сохранять, я хочу, чтобы компания всегда была молодой. Я хочу, чтобы я что вижу? У меня не компания, они так растут. Ты заходишь и видишь сегодня возраст, например, 40 лет. Почему? Потому что это все люди, которые когда-то начинали, им было всем по 20, они начинались с основателем. И 20 лет работают на рынке, и вот им уже всем по 40. Молодежь сильно не пускает. Но у них уже мышление совсем другое. То есть они уже не понимают, не ловят уже тренды. То есть молодежь, они уже не интересны. Поэтому мы подошли и, ну, со многих направлений, не знаю, там, те же авиабилеты. Там, сегодня Чука Травлова говорят, там, абсолютно номер один. То есть мы все, все агенцы поджали. И это очень быстро произошло, там, за 5 лет. Ну, это реально быстро, за 5 лет это произошло. Я, конечно, боюсь, что и нас так же подожмут. Поэтому, я думаю, здесь, ну, то, что надо делать, то, что делают многие, кто уже заработал какой-то капитал. Что сейчас правильно все делать, агашка. А если они уже понимают, что они уже не игры, им надо, наоборот, наверное… Ну, у них что есть? Небольшое преимущество – у них есть капитал. Так. Ну, естественно, что им надо правильно, наверное, делать, то, что это там в долине происходит. Старшее поколение, они уже не активные предприниматели. Они активные инвесторы, они вкладывают деньги в молодой, зарабатывают на молодых. То есть вот что они делают. Они получают долю и на волне этой энергии бешеной там… Ну, и вывозят дальше, короче. Да, они зарабатывают сколько лет. Кажется, это правильно. То есть давать дорогу молодых, слушать молодых ребят, давать ресурсы, совместно помочь молодым подняться и самим тоже заработать на них успехи. Поэтому, мне кажется, вот это то, что надо делать. А я сам очень хочу, чтобы мы остались в молодой компании. Не хочется когда-то осознать, что там… Наш средний возраст сейчас, наверное, 25 лет, например, в компании. 25-26. Мне не хочется, чтобы он там остался с 35. Мне кажется, депрессняк у тех компаний, которые занимаются там… Ну, промышленности и так далее. Хотя нет даже… Обычные эти… То, что сейчас мир же идет в сторону цифровизации и так далее. Даже вот мы, как видеопродакшен, у меня всегда в голове сидит мысль, типа, как нашу компанию превратить в что-то типа Netflix. Да, да. Чтобы цифровизация была связана. Обязательно надо думать. Да. И такой в душе грусть, пока что-то никакая идея не есть. Тебе надо надо думать, опять же. Тебе надо обрастать командой, которая могла бы тебе помочь что-то думать. Ну, я всем советую создавать там советы. Но, опять же, если они… Советы? …наблюдательные советы… А, а… То, что называется, да. Скажем, ты сам, исходя из своего опыта, ты что-то придумаешь. Но это будет не так же круто, как если тебе будет советовать, например, Равман, ты позовешь его… Разные эксперты из разных сверхов. Ты позови, чтобы вместе поштормить, как это изменить. Но, опять же, если вы думаете, что ребята, кто занимается промышленностью, авто, еще чем-то, скажем, банковским, что они типа уже вне игры, это тоже не так. То есть, условно, ну, посмотрите на биогрупп. Они строители. А, да. Но то, что они делают, то, куда они идут, это смарт-хоум, это технологии, которые там хотят разработать, там, автоматизации, искусственные интересы… И вот это последнее здание увидел офигел, которые… Неожиданно. Неожиданно. Ну, то есть, понятно, здесь всегда вопрос, ты ментально составился, ушел в разряд акашек, это намного ментально состояние. Или ты все-таки еще вот в этом, ну, продуктивном возрасте находишься. Поэтому остановишься, будешь каким-то заурядным строителем, который еще, там, 5-10 лет, и все, и не будет компанией. Если будешь дальше зваться, вкладываться в кадр, в молодых ребят, ну, то, что делает, там, BI, да, максимально сейчас. У них, да, и там есть специальные подразделения, типа, Young Generation Leaders, что-то такое, по-моему, да. Ну, это правильно. Вот. Я не знаю, это можно или нет говорить. Я в BI, короче… Это блогеры говорят, не можно. Нет, в смысле, я просто снимал, вот, у них же сами директоров бывает, BI Group. Каждый год, там, в Дубае… И там вот… И все спалил уже, да, максимально? В Дубае обожение, получается, Rixos… Не, ну, они об этом заявляют, это же не эскортницы. Ладно. И, когда презентация, там, спецы приходят, там, с мира и так далее, смотришь, как они строительство и вот эту вот цифровизацию объединяют, да. И, то есть, это уже не просто строительная компания, реально, то есть, это уже как… Ну, короче, двигаются очень круто. И очень много молодых, очень много молодых. Да, мне кажется, в принципе, это компании, которые не объединяются с цифровизацией, лет через семь, восемь, я не знаю. А тоже индустрии вообще же не актуальны будут, они вообще… Вот эта мысль меня и напрягает, то, что мы все еще вот так с камерами несемся, то есть, никакая не платформа еще, не то, что… Нет, я, знаешь, после «Любови в смерти. Роботы» понял, что продакшены вот в таком смысле, локации, съемки, это уже вот… Да, да. То есть, понимаешь, чуваки сделали, ну, полностью вот здесь, сделали мультфильм, ну да, вот этот сериал, и это было слишком круто, и при этом они не зависели от локации, не ждали, будет ли дождь или не будет, отыграет ли актер так. То есть, если это все сейчас упростится, да, вот прям до простого, когда все могут там чуть ли не через «Любови» делать, то самое лучшее решение. Это уже как театр, наверное, будет, да, просто вот такая съемка обычная. Да, да. Ну, опять, да, вы говорите прямо про тренды, скорее всего, уже есть люди из вашей индустрии, которые… Сто процентов, что же самое. Это уже даже, об этом уже написали, когда все сдвинется. Конечно. И если вы это чувствуете, вам точно надо это менять прямо сейчас. То есть, вам надо вообще перестать все делать, как было раньше, да. Остановиться, сказать, так, стоп, там, ничего не делай, месяц только думаем, куда дальше идти. Угу. Сесть, переформатироваться и начать выпускать все по новому стандарту. Потому что в мире сейчас таких ребят, как вы, их много. Да. Кто мучается. Но 90% из них ни хрена не поменяет. Да. Будет работать в старом сознании. А если вы будете теми, там, десятью процентами, которые пойдет по новой ветке, то, ну, вероятность того, что вы преуспеете, в глобальном смысле, она максимальная. Да. Кстати, опять же, про бизнес. И почему, мне кажется, бизнесу все-таки надо быть вне политики. Угу. Потому что, я сейчас чем дальше больше в это верю, нормальный бизнес, он не должен знать границу. Да. Современный мир. Он должен сразу думать, там, глобальный, идти в другие страны, и так далее. А это сразу призывает, что тебе, в принципе, все равно, что происходит в отдельной взятой стране. То есть, ты завтра придешь в условную Нигерию. Ну, представь, там будет тоже протесты, какие-то перевороты. Это какая разница. Ты делаешь свое дело, делай его качественно, удовлетворяет потребность. И когда ты, условно, представьте, вы работаете, там, в странах мира, где-то всегда что-то будет происходить, к сожалению, да? Угу. Ну, окей. Ну, то есть, тебе, по идее, будет все равно. Конечно, когда ты корнями здесь, и у тебя единственная локация, тебя сильно волнует. Но мне очень нравится позиция, там, того же Дурова, хоть он мне сам последний, не сильно нравится, ну, условно, сам позиция прикольная. Как бы, находясь в разных локациях, в разных странах, он может забить на условную Россию и пропагандировать свои ценности внутри, да? Да, там, скажем, там, защите информации пользователя и так далее. Да, да, да. То есть, ему, в принципе, плевать на отдельную взятую страну. Он работает на мир, у него есть своя аудитория, которая важна. Во всех странах мира есть люди, которым нужна эта закрытость, приватность. И вот он на эту аудиторию работает глобально. Уж если в каких-то странах что-то блокируют и что-то делают, ну, окей, это это, пожалуйста. Хорошая позиция. Я спрошу, это чисто так мне самому интересно, как вы, я слышал и читал, видел там, как управленец по теме командообразования, вы очень сильны. Например, очень много кейсов, вот, именно нашего поколения, когда ребята, одиночки, да, в основном, или, там, не знаю, максимум двое, оба творческих, оба таких, о, генерят и так далее. Вот, как ты сказал, только что у вас есть партнер с поколением millennial, millennial, why, да? Да, да. То есть, человек-квадрат, да, если по психогеометрии, типа, есть люди-треугольники, квадраты, да, там, зигзаги творческие и так далее. Вот, у многих вот это вот страдает, в частности, у нас в компании. То есть, мы такие, начинаем, но не может быть, как закончить и так далее. Как подобрать вот эти пазлы? Все, есть офигенная книга Дизиса, суть содержания которой в том, что нет идеальных руководителей, не существует против идеальных руководителей. А я сам неоднократно, ну, в команде, я думал, вот этот, блин, наверное, реально идеальный руководитель. Ну, ты видишь, что ты даешь ему персональную задачу, он полностью автономно со своей командой это делает, ты видишь, он где-то начинает проседать. И все в чем-то неидеально. И в момент, когда ты понимаешь, что нет идеальных, ты перестаешь вообще париться, что ты сам не идеален. И ты перестаешь на других наезжать, что ни в чем-то не идеально. Потому что то, что надо делать, на самом деле, это не пытаться сделать из-за идеального. Условно, у каждого из нас есть задача, которую мы делаем изи, вот так, за 5 секунд. И для нас это легко. Но при этом у меня тоже есть целый ряд задач. Это моя задача, я начинаю делать, я делаю полдня или день, делаю 20% от этой задачи. Ужасно изманываешься. Мучаюсь, да, мучаюсь, мне неудобно, что я подвожу людей. В конечном счете у меня было несколько раз такие ситуации. Я зову другого человека, говорю, слушай, сделай, пожалуйста, вот это. И он, блин, за 2 часа доделывает ее. Я понимаю, что я бы еще, не знаю, 3 дня бы ее делал, а он ее быстро делает. И в этот момент у меня есть прям чувство такое, что я за лох такой, что я не могу это сделать. Так вот проблема как раз таки в том, что это не проблема. Просто каждый должен заниматься своим делом. У каждого есть такая вещь, которую мы делаем легко из 2 часа. Зато у меня есть там куча вещей, которые я делаю легко, он вообще хрен сделает. Например, да. Поэтому вывод очень простой. Не надо пытаться требовать от людей соответствовать всему. Есть, например, классно-креативные ребята. Им обязательно в пару нужно найти крутых администраторов, которые будут четко соблюдать сроки и так далее. Так что не надо пытаться из этих креативных ребят сделать дисциплинированных. Не сделайте. Не сделайте. Опасный человек, ему будет опасно. Просто надо смириться, либо где-то его там заранее подправлять, кто-то должен его там администрировать. Вот и весь выход. То есть есть, таких людей точно есть. И ты должен в своей там, там, вичару поставить эту задачу. Нам нужен администратор с такими компетенциями, для которых это легко, которые идеально это делать. И все. Просто дополнять команды. Когда ты слабой части людей дополняешь другими сильными, идеальной командой, которая быстро все делает, идет вперед. И это, кстати, опять же, это, как вы понимаете, это опыт не то, что современные технологии, это опыт жизненный, который из поколения в поколение со всеми людьми в мире происходит. Угу. Короче, мы ищем администраторов крутых. Да, надо найти. Так же, как по условному, у вас все классно, но нет коммерции, найдите классный коммерческий директор, который будет отлично вести переговоры. Хороший пример, например, для блогеров. Вы знаете, Алмаз Жалей? Да. Кого еще? Алмаз Жалей. А, да, да, да. Для блогеров там юридические толкости, это пипец как сложно. Вообще-то невозможно. Для него это сесть, не знаю, 15 минут, два звонка и вопрос решен. Вот хороший пример. Кстати, да, мы с ним всегда консультируемся, когда что-то такое. То есть для всего это просто ему легко. просто находите дополнение и все. Да, да, да. И самое главное, вот что хорошо. Я смирал как-то недавно, не так давно, офигенное интервью Фридмана. Вообще, я замечаю, что люди... Старые, которые? А, с Тиньковым. Не очень старые. Ага. Не очень старые. Ага. С Тиньковым. В общем, суть проста. Ну, вот все-таки люди, которые до определенного состояния достигли, они сделали это не случайно. То есть это некая такая очень глубокая, глубокое понимание бизнеса у него есть. И один из факторов, о которых он говорит, о том, что каждый человек должен очень хорошо понимать себя. Когда мы поймем себя, это происходит с опытом, да. Ты поймешь свои реально сильные стороны, поймешь реально слабые стороны. Смиришься, примешь их. Не будешь пытаться их там где-то переделывать, там. Вот. Смиришься. Поймешь, кем себя надо дополнить, чтобы был успех. Использовать, дальше качаться в сильных сторонах, чтобы ты вот в своих сильных сторонах, ты был, не знаю, чемпионом мира. Я не боюсь человека, который знает там тысячу разных ударов. Я боюсь человека, который знает один, но тренирует его там тысячу раз в день, условно. Вот это прям, ну да, это оно и есть. Он не универсальный, он не имеет делать все, но он одну вещь делает лучше всех в мире. Вот. Поэтому вот я понимаю, что это правильно. А что если, например, человек хочет заниматься сразу там, тремя-четырьмя сферами, да? Не попробуй. Ну вот мы с Рамилем на эту тему каждый раз разговариваем, и в этом плане меня Рамиль много раз направлял все-таки вот так, знаешь. Ну, это невозможно просто, объективно, никто не может. Конкретный кейс, вот, в случае меня, да, скажем. Я хочу успеть и в блогинге, и в режиссуре, да, полный метр кино и так далее. Рекламная деятельность, да? То есть, да. И стендап. Недавно подключился. Вот. Ну, основа всего этого юмор, то есть, да? Творчество. Да. Творчество, юмор, умение там, не знаю, шутить и так далее. То есть, вроде базовое то, что нужно, одно. Ага. Вроде везде я примерно, не, не примерно понимаю, что к чему и так далее. Ну, еще не сняли ни хрена свой фильм. Это считается расфокусом, да, если… Ну, смотри, опять же… А, сейчас дополним. Просто я вижу это так, типа, я здесь этим занимаюсь, оттуда, типа, исследую какие-то новые вещи, за счет ресерча, какой-то бэкграунд, который нужен будет, например, во время писания сценария, стендап нужен, чтобы коммуникация, там, то есть, отмазывай себя. Рокачка с ремонтом. Да, да, да. Давай, я постараюсь как бы тебе разложить для тебя рассмотрение. Ага. Самое главное, во-первых, попробуй. Ага. То есть, вдруг получится, вдруг тебе это будет органично, будешь успевать. Важно другое. Важно, чтобы в этот момент ты понимал, что каждое из направлений страдает от наличия любви. То есть, если ты думаешь, условно, да, вот кейс мы давно обсуждали, один из наших руководителей, мы говорим, чувак, ты готовишься к айронменам, бизнес страдает. Он говорит, не страдает, не страдает, потому что, а, 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 я занимаюсь, готовлюсь к айронменам с 7 утра до 9 вечера, и потом с 6 до 9 вечера. Ага. Типа в рабочее время я на месте. Да. Мы ему на это говорим следующее. А ничего, что ты мог бы с 7 утра до 9 вечера тоже, до 9 утра заниматься работой, и с 6 вечера до 9 вечера тоже заниматься работой. Да. Ты же понимаешь, что это альтернативы. Ты все равно, как бы, да, мог бы еще больше быть, еще более включенным, как бы, в работу. Угу. 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 У нас внутренний диалог с ребятами идет. То же самое у тебя. Если ты думаешь, что ты же это вечером занимаешься, что не страдает твоя основная работа, она страдает, потому что удели это время туда дополнительно. Ты там прокачаешься еще сильнее, ты сделаешь еще больше успехов, больше встреч с клиентами, больше съемок подкастов, больше новых встреч с людьми, которые помогут тебе лучше понять, как будущее вот того твоего направления базово двигается. Угу. 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 Ты, короче, знаешь, себя обманываешь постоянно, и за счет того, что ты прыгаешь, ты тоже время теряешь. Вот в этом моменте, это, конечно, сложно, выбор, это очень сложно. Я честно скажу, что у меня до сих пор с этим большие проблемы, я правда... Это можешь только пережить. То есть, невозможно это услышать даже, да? То есть, это можно где-то у одного услышать, у второго, у третьего, где-то себя ловить на мысль, что действительно так происходит. Но по-настоящему это нужно время, чтобы ты реально понял цену вот этого дефокуса. Только так. Условно, когда мы в 2011 году запускаем Чуколайф, к концу года мы становимся прибыльной компанией, Чуколайф зарабатывает деньги. Что мы сделали? Мы подумали, мы стали прибыльной за 6 месяцев, а давайте запустим еще 10 моделей. Мы одновременно запустим 10 моделей. Что нам тогда казалось? Это же все интернет. Как ты говоришь, это же все юмор. Нам казалось, это же все интернет. Ну и что, что одна модель это запчасти, там продажа, вторая это продажа электроники, третья сервисов не цен, четвертая доставка еды. Это же все в интернете. Нам казалось, что это же нормально. Ну конечно нет. То есть у каждой, у каждого направления есть своя специфика, свои нюансы. Пока, короче, ты залезаешь, знаешь, ты залезаешь на территорию, прикинь, где чувак только этим все время занимается. И ты хочешь с ним байгануть? Ну, вообще никак. Я, знаешь, недавно одну мысль, одну интересную слышу, у Оскара Хартмана, короче, было интервью. Вот ты, наверное, по-любому знаешь вот этого взрослого мужчину с IT-сферой. Не знаю, как его зовут. Крутое описание. Нет, ну я не знаю просто, он, короче, занимался этим, получается. Билл Гейтс, что ли? Нет, 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 российский. Он, получается, как-то, то ли слабарь, короче, что-то убивал. А, автокоррекцию он делал. Потом он сейчас чем-то... Это не Давид Ян, нет? Я не знаю, возможно. Но я сейчас буду описывать просто, что он говорит. Может, ты слышал уже эти мысли? Он говорит, что ты так долго этим занимаешься, Оскар Хартман, его говорит. Ну, по-любому знаешь, когда ты в одной сфере очень долго, по-любому настанет момент, когда ты станешь гуру, сто процентов. То есть, знаешь, вот в этом плане надо, наверное, честно посидеть с самим собой. Я, допустим, знаешь, какую штуку практикую? Мне кажется, прикольно, можно попробовать. Сидишь и сам с собой переписываешься в блокноте. Это очень прикольно. Не знаю, у меня вот сработало, да. То есть, знаешь, когда ты сам с собой пытаешься думать, это одно, по-любому что-то тебя собьет по итогу. А тут ты сидишь и просто, ну, это, может, странно со стороны, конечно, выглядит, да? Но ты пишешь, типа, чего ты хочешь. И ты сам себе честно отвечаешь. И мне кажется, вот, благодаря этому можно как-то найти ту самую сферу и просто вот фигачить. Можно еще по Абкайдзену, да, раскидать это видео, которое Марлан. А, Канбан, вот это все. Да, да, типа, чего ты хочешь, не хочешь, что тебе навязали и так далее. Да, да, да. Ну, вот это и есть понять всегда. Да, когда ты сам себя понешь, когда ты видишь, что, там, ты не идеальный, да? Вот, в тот раз мы встретились, да, и начали говорить, что мы где-то себя недооцениваем. Казахстанские многие творческие люди, которые делают, и надо выходить на мир, да? То есть, СНК хотя бы для начала, и, то есть, благодаря этому совету мы, типа, замотивировались, да, как всегда, да, надо рвать мир. Ну, опять-таки, то есть, вот, как ты сказал, мы где-то будем думать. Обратно сбились. Да, да, то есть, что-то навернется, и каждый по своим делам просто разойдется. Поэтому, я думаю, это надо, как-то, типа, приземлить. Ну, окей. Только пока непонятно как, но... Почему непонятно? Условно, вот у тебя, как мы, как у нас работа с инвектором? Мы составляем стратегию, куда мы идем. Там достаточно понятно, какой продукт ты делаешь. Дальше ты начинаешь делать продукт. Как только ты делаешь продукт в сторону, тебе говорят, а какого хрена ты этим занимаешься? Мы же с тобой о другом договаривались. Сделай это, тебя снова возвращает. Ты продолжаешь это делать. Как только тебя смещают, тебя снова предъявляют за это. Тебя каждый раз управляют назад, в область стратегии. Вот. Или тебе спрашивают, ты начал делать это почему? И да, потому что это более правильно. Объясни тогда, почему это более правильно, чем наша стратегия. Чаще всего ты не можешь это объяснить. Просто подуло. Просто амбиции где-то, да? Да, это даже не амбиции, это просто... Как это происходит? Творческие люди, они легко сбиваются с пути, потому что идей классных дофига. И придет какой-то хороший знакомый, и друг, которому ты доверяешь. Как пизжизненно, да, да. Зажгет тебя, ты такой, классно давай делать. И все, твое время пошло не туда. Хотя вот твое главное дело, куда ты заканчивался, надо им заниматься. И вот чтобы в этом, я вот прям уверен, что это классическое испытание любого предпринимателя. У тебя есть такая прямая дорожка, по которой тебе надо идти, но вокруг много конфеток. И вот кто пройдет эту дорожку прямо, тот красавчик. Кто начнет на конфетке отвлекаться, ну у него вот такая будет дорога. Он, если он талантливый, трудолюбивый, он все равно выйдет, но зачем он пойдет вот таким образом, когда можешь пройти прямо. И вот для этого и нужен НСД, чтобы тебе не давали отвлекаться, не давали тебе уходить куда-то и заниматься какой-то ерундой, которая не нужна. Здесь у нас сложность, наверное, в том, что представители разных компаний, хотя это тоже можно как-то прийти к пониманию. Ну в смысле, например, у кого-то в видеопродакции и так далее. Не, 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 здесь разные вещи. У вас пример был внутри компании. Совет директоров, которые прямо относятся к этой компании, понимаешь? Да, да, да. У нас было просто по идее единомышленники, которые болтают о своих планах и примерно пытаются найти какие-то точки. Это разные вещи. Вот, вот. Поэтому я сказал. Который бы сказал тебе, вот мы сели, составили эту стратегию и решили, что компания не будет больше заниматься. Я, например, могу присутствовать. Например, Айдоктор наш внутри. Мы решили, что проект Айдоктор это не казахстанский проект внутри. Первый. Поэтому в момент, когда мы стали, как раньше работала Айдоктор, мы брали какую-то клинику, были контенты, которые вручную заполняли информацию по этой клинике. И таких клиник у нас набралось 50 целых, да. И было 500 докторов, по каждому заполнению контента. Это все ручной труд. Когда мы себе поставили цель, а давайте до конца года сделаем так, что у нас на сайте будут все клиники СНГ. А сколько их? А их 50 тысяч. Невозможно, да. То есть, это невозможно сделать. Или нам надо нанимать команду 100 контентов, например. Это не вариант. То у тебя начинает в голову припеть совсем другие мысли. То есть, а как это хакнуть? И мы помним, что это можно делать только автоматизированным алгоритмом, только роботами, программами, которые будут парсить весь интернет, собрать всю информацию доктора по определенному алгоритму, выстраивать какой-то рейтинг всех этих докторов и так далее. То есть, это само понимание, что у тебя цель вообще не относится к Казахстану, и ты не можешь позволить им менять столько контента, привел к тебе понимание того, что так вообще не надо идти. Нам даже мыслить не надо в сторону того, давайте там руками что-то делать. Это заставило нас разработать механизм, который бы все это автоматизировал. Вот сейчас, я ваше понимание, айдоктор в месяц оцифровывает 20 тысяч клиник. В месяц 20 тысяч клиник они оцифровывают. И это нереально круто. То есть, ты смотришь, что еще недавно ты думал чуть по-другому, у тебя цель была другая, быть казахстанским лидером, ля-ля-ля, но вот под эту цель ты соответствующий инструмент упираешь. Как только цель круче, ты уже не можешь решать все старыми методами, ты начинаешь думать, а как же ее решить. Поэтому здесь то же самое, как только ты поставишься цель, мы делаем контент, например, на мир или на Россию, ты придешь с каким-то планом к совету директоров, скажешь, делаем вот так, скажешь, а как ты это сделаешь, потому что там для Казахстана пойдет на мир. Да, я понял, понял. То есть, каждый со своей стратегией должен прям прийти и как это общий совет директоров, каждый должен типа раскидывать, разбирать кейсы и цели и так далее. Все, теперь понятно. По-моему, ты не понял. Не-не-не, а чего? Мне кажется, не знаю, это нормально. Ну, да. Я думаю, что ты пока не побываешь на Псовете, пока один раз себе не покажут, как это есть у нас в твоей компании, ты все равно до конца этого не поймешь. И люди, на удивление, у нас же тоже, мы вначале СДС создавали для понтов. Ну, как я, мы не создали для понтов, это было требование инвесторов. Типа, ребята, давайте создадим на Псовете, чтобы там Рамин перестал и сам решением принимать. Я думаю, окей, хорошо, давайте. Мы создали. Я почему СДС создал? Ну, ладно, будем говорить, что у нас совет директоров. Типа, круто. Я не знал, что это реально полезный инструмент. А вот потом, когда стал видеть, как они реально проходят, и какие классные решения на выходе, вот тогда я стал кайфовать. Ладно, это надо попробовать. Ну, каждый, каждый компаний должен быть там советом. Но совет директоров, он не должен физически работать, да? Аккуратно. Нет, так звук лучше пишется, ближе же. Ближе? А правда, это специально в этот момент. Я хочу просто посмотреть тот кадр, где я такой... Ну, короче, у меня есть близорукость. У меня глаза видят там, оказывается, уже минус 4 и минус где-то 3, по-моему. Один глаз, ну, по-разному видят. И еще есть астигматизм. Ехала, посмотрим, что в чем. Короче, немного истории. Почему у меня плохое зрение? Все, короче, из-за кондер-штрайка. И еще было у нас место, где там симпатичный оператор шаработал. В тот раз, короче, прошел диагностику. И когда проверяли, у меня было такое чувство, как будто у меня высосали глаза. Так вот, чем-то вот так. И, короче, проверяли. Сейчас, минуту до полу. Вот, а Сера, она отвечает за поддержку, да? То есть, вы морально поддерживаете, да? Серьезно? Реально, а поддержка, как она выглядит? Покажите. Ой, не дадут рассказать. Какую шутку рассказать. Кореонес. Я скажу руководителям. Хорошо, хорошо. Это удача. Это удача. Это кошка. Ну, нахер. Отец. Ну, ты видел? Ну, до свидания. Покажите. Покажите, возьмите телефон. Покажите, не одевайте, да? Нет, пока не надо. Долодься. Чего, как ощущение? Покажите, да? Покажите. Покажите, да? Покажите. Покажите, да? Покажите. По времени, короче, операция занимала где-то, по-моему, 8, нет, даже больше, по-моему, 7-10 минут, да? Максимум. Или больше. Я честно ожидал, чтобы будет больнее, но все нормально. По идее, это смешно, наверное, смотрится. Потому что смешно или же, да? Да, как ходит. А почему именно вас выбрали на эту работу? У вас, типа, энергетика такая, другая сверка? У нее очень красивая улыбка. Да, мой голос успокаивает. Да? Вы обнимашки делаете? По идее, она мне обещала, типа, это, ну, что-то тормозить. Я с вами жду. Давай, давай, обними. Ну, что ты? Нет, это же ваша работа, у меня же. Я могу дать вам руку, пациенты обычного, и рука унимают. В смысле, как вы? Тебя за фронзольный сочет, даже здесь. Да, 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 да. Я буду уже операцию сделать, а что? Что-то мне софа помогает? Все, я вышел. В душе какое-то успокоение. Глаза немножко напрягаются. Видится солнечного свято. И, ну, сказали, через 5 часов это все пройдет. Вот. Спасибо, Алматы Смайл Вижн. Благодарю. Нет, имеется в виду, вот, допустим, ребята, которые работают прям вот, постоянно делают работу, они могут рассуждать об этом? Или это должны люди со стороны, кто смотрит эту ситуацию? Ну, смотрите, когда вы работаете со своей командой, вы команда, которая готовит стратегию. Вы готовите стратегию, но вы менеджмент. То есть нет смысла со своей же командой обсуждать свою же стратегию. Есть, вернее, готовить, но не обсуждать. Потому что у вас, вы в одном котле варите. Да, да, да. Обязательно нужны, кто нужен со своей директоров? Это члены, люди, которые мыслят круче, чем вы. Мыслят по-другому. И если вы идете, например, в область технологичности, вам нужны люди, которые соображают технологию. Если вы идете в область медиа, вам нужны люди из медиа. Но желательно люди не из казахского медиа, а хотя бы из российского, украинского, может быть, и так далее. А вообще вот вопрос, извиняюсь сразу, да, чтобы уточнить. По совету директоров, эти ребята, они должны быть тоже в доле обязательно? Или это может быть люди, которые, ну, как бы просто подружески это могут делать? Подружески идеально, но, как правило, как бы это не просто работали для... Процент акции? Да, не обязательно. Черт, как договориться, всегда празднуем. То есть у нас со многими просто подружески договариваемся. В какой-то момент, если видим, там бывает как? Бывает так, что сам член совета кайфует от того, что он в этой сфере начинает лучше сбираться. Да. И получает оттуда бенефиты. Например, многие наши члены совета директоровщиков получают бенефит от того, что они вообще понимают, как можно двигаться. И для себя используют. И для себя используют, да. Они многие вещи этого не знают. Ну, условно, там, много таких кейсов может быть, что они в пользу получают. Тогда можешь вообще ничего не платить. Это взаименно выгода. Бывает так чисто подружески ты это делаешь. Потому что, ну, это твой друг, тебе там не жалко потратить на друга время, там и так далее. А в момент, если мы видим, что-то напрягает, а если член нам нужно, мы начинаем платить. Ну, условно, там, платим сейчас. Это вообще не обязательно. Вам точно сейчас на старте этого не надо. Ну, мы там платим тысячи долларов за встречу, например, за заседание. К примеру, да. То есть, мы потратим 4-5 часов, ну, хотя бы он там заработать там тысячи. Понятно, что не деньги главное, они все люди очень обеспечены. Но, ну, все равно, не просто актуалов, ну, пока. Я вот насчет того, что ты сейчас спросил по поводу вот именно наших ребят, да. Я вот объективно в последнее время начал вот прям понимать, что мы крутые. То есть, я говорю про всех, да, сейчас в целом? Я тоже вижу, что вы крутые. Допустим, знаешь, что удивительно, я вот в рамках инстаграма беру, как-то так сложилось, что у нас инстаграм реально развит, ну, как мне сказали, что, типа, есть штаты, да, там вот их инстаграм, и там есть Казахстан, да, то есть, где-то рядом. И то, что там, условно, у наших ребят, как там Жека и так далее, и мы даже где-то там, есть там заведение из инстаграма, это прикольно оказалось. Мы вот общались с Андреем Федоровым, это вот такой очень крутой маркетолог украинский. Он, допустим, вообще был реально в шоке от того, что как в инстаграме может, ну, то нервное качать и видео набирать 900 тысяч просмотров, как люди просто кушают донер. И Расул, он вообще фанат был Андрея, и он говорит, Расул, типа, ты можешь мне немного проконсультировать по диджитал? Расик там вообще у него там... Слаз шалок. Ну, да, там, долго восстанавливали, откачивали, но это было неожиданно, потому что мы себя в этом плане вообще недооцениваем. И когда Расул в том году, он съездил на Каннские Львы, он приехал и говорит, Арман, мы порвёмся, и ты понимаешь, это вообще изи, изи, там, в основном все чуваки там 30+, всё выиграют, это уже на опыте они шарят. Мы просто пока сейчас должны... Просто мы, да, много чего не знаем, просто оказывается, что так есть. И знаешь, мне кажется, за счёт даже вот этих вот, как мы все любим пожаловаться, да, по ныне, там, плохих условий и так далее, у нас вот вырабатывается, вот как ты свет сделал? Я, допустим, думал, что это кинофло, да? Ты взял просто китайские вот эти чайно-болды, поехал на строительный, да, в этот, как называется, магазин и купил это всё. Это же прикольно. То есть, мне кажется, за счёт таких решений мы можем вообще делать хоть что. И мы, вот в плане, я говорю чисто про творческую часть, да, допустим, мы очень многофункциональны, заметь, и это капец прикольно. То есть, наши ребята пишут сценарий, сами же снимают, сами же бегут, снимаются и параллельно потом ещё сидят на монтаже. И в то же время это много где тормозит, по идее. Да, 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 но есть плюсы в плане развития человека, да, то есть, мы прикольно в этом плане развиваемся. У нас людей, оркестров очень много. Как ещё один аргумент хочу добавить, вот этот, уже рассказывал, уже документальный фильм «Мама, я вайнер». Короче, там история прикольная, мы три года тому назад, когда вот эта вся вайн-вежуха и так далее началась, тогда ещё даже нагимы не было. Ну, то есть, она была, она только… Это значит, как будто это было очень давно, да? Нет, согласись, это было капец давно. Мы со всеми вайнерами почти встретились, 93%, наверное, да? Со всеми переговорили, поговорили, все там зелёные, только говорят, у тебя вообще голос хриплый, там не знаю почему. Вот, и только-только вы юфрейм кафе открыли и так далее. И сейчас мы там за счёт длинной и без дисциплинности, короче, очень хорошо сделали, прождали три года. Это было специально такой даже подход. И сейчас мы видим контраст, куда, кто вырос, и так далее. Вы хотите отснять заново, чтобы мы всё обратно там… Нет, нет, нет. Что все увидели, как мы пожирнели? Нет, мы хотим показать, как было начало. А, окей. И теперь, как это происходит? Просто на начальном времени, вот ещё аргумент, почему у нас в Казахстане крутая молодёжь и так далее. Когда мы снимали, мы делали, типа, такое исследование, очень слабое. Очень слабое. И Казахстан был на втором месте среди вайнеров. То есть, просто один буйкер сказал, да, короче, тоже. Нет, почему мы так посмотрели, там, по всяким вайн-приложениям. Америка топ, да, то есть, без проблем. Логан Пол, когда была программа вайн-поянах и так далее. Они были топ. На втором месте не Россия, не Узбекистан, не Казахстан. И очень много чуваков, у которых там подписчиков было очень много. И сейчас нам осталось просто спонсора, короче, into. И мы хотим это как, типа полный документальный фильм, наверное, вот так вот прям показать, чтобы все так сидели и так. Эй, это же… То, что ты сейчас сказал, это хорошее отражение того, что в бизнесе происходит. Сила поколения Z как раз со всей молодежи в том, что они очень хорошо чувствуют аудиторию. Они сами оттуда, скажем, из этого же народа, они понимают боли, которые ощущает именно это поколение. Там они другие, чем, скажем, наши, агашинские боли. Они это понимают. Поэтому они понимают технологии. То есть, условно говоря, какая-то технология вышла, вы ее тут же ловите, а я, например, уже не тут же. То есть, для меня, у меня уже есть некая инерция, некий все равно консерватизм. То есть, я позже об этом узнаю, чем узнают, например, люди поколения Z. Это сильная часть. Вот что дальше происходит? Вы ловите этот тренд, вы начинаете расти. У кого-то получается там хорошо. И представим, что в Day One, например, да, есть 10 команд, у которых получается. Но что дальше произойдет? Дальше придется следующее. Из десяти команд кому-то охватит мудрости и трудолюбие двигаться дальше. Кто-то забьет, скажет ему достаточно. В этот момент, как только забил, начнется скат вниз. Это и в разных других сферах происходит вообще в бизнесе. Как только остановился, считай, качишься вниз. Кому-то не хватит мудрости использовать правильные инструменты для дальнейшего роста. То есть, ну вот, он своего потолка достиг, нет человека, которого дальше, скажем, на новую орбиту выведет. Кто-то испугается и не пойдет, скажем, на другие рынки. А кто-то пойдет и построит через там 3-5 лет гораздо больше по размерам компании, чем тот, кто, например, испугается. Вот начнутся разные развилки. Но в целом это то, что и везде там происходит. Будет очень интересно увидеть, что будет еще через 5 лет. Кого-то из вайнеров, опять же, к сожалению, ну вот они уйдут, забьют. Кто-то, кто там правильно пойдет, может стать мировой звездой. Это возможно и туда и надо, наверное, стремиться. Весь прикол, знаете, еще в чем был? Когда мы снимали вот документалку в Алмате, у всех была депрессия. То есть, не у всех, у многих. Куикс ребята говорили, все, типа, вайн рынок, он, типа, заканчивается, типа, смысла нет, типа, все будут переходить на YouTube и в другие. То есть, типа, все, это уже, типа, закат. Нифига. То есть, на тот момент, помнишь, какое-то было переживание у всех. И потом, наоборот, по-моему, в тот момент началась вот эта движуха, в том, что у каждого менеджмент начался появляться, кто-то начал искать какие-то пути и так далее. Короче, будет интересно. Вот, там, сейчас, а то человек чувствует уже комментарии, типа, да, не выйдет там, уже третий год и так далее. Смотрите, когда ты молодой парень, у тебя нет семьи, нет детей, то что у тебя есть? У тебя есть какое-то любимое дело, и ты 24 часа готов туда инвестировать. Да, мой случай, например. Да, когда у тебя появляется семья, ты любишь свою семью, любишь супругу, любишь детей, и ты хочешь уже часть времени, уже не готов и не хочешь просто даже все время инвестировать только в дело. Ты начинаешь инвестировать это время в семью. Страдает ли от этого бизнес? Безусловно. Безусловно. То есть, в момент, когда твои сотрудники взрослеют, и если вы начинали, 20-летние ребята, они 100% херачили, там, не знаю, с 8 утра до 10 вечера, и их не напрягало совершенно. Как только появляется семья, они начинают в 7 вечера уходить домой. То есть, они в некотором смысле, да, они, скорее всего, уже в тот момент, там, мудрее, где-то, разумнее, там, решение принимают, но, с точки зрения энергии, они весят времени меньше. Точно потери. С другой стороны, все-таки, опять же, мы не роботы, и, ну, гонка ради гонки, это тоже неприкольно. Важно, чтобы дело радость приносило, и семья радость. То есть, если, как хобби, да? Любишь хобби? Нормально. Давайте и хобби заниматься, и семьей. Ну, каждый человек находится какой-то баланс, который для него более важен. Для кого-то семья, на самом деле, вот, в распределении времени, очень хорошо, наверное, показывает реальный приоритет человека. Если он говорит, типа, я люблю семью, но нифига себе время не проводит, на самом деле, значит, дело он любит больше, да. Я, на самом деле, вот, мы общались, получается, с этим, как его зовут, Алекс Яновский, и он говорил, что, ну, допустим, я спросил у него насчет этой темы, семья и все такое, он говорит, да, типа, мужчина, в принципе, его задача быть хорошим примером, да, но я в этот момент не согласился с ним, допустим, я ушел и такой думаю, блин, но я вот, допустим, прихожу на работу, да, я какое-то время туда трачу, инвестирую, но, по сути, рядом находится проект всей моей жизни, который будет дальше, как бы, развиваться, да, и мне... Почему я не должен туда инвестировать свое время? И вот после этого у меня, на самом деле, наоборот, после его слов, у меня еще большая мотивация появилась, как бы, туда тоже энергию. Ну, в смысле, алим, семья и так далее, да. Я тебя поддержу. Мне начинается песня Басты, Сансара, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей, голосами их детей. Ну, то есть, по сути, у нас есть, как мы там, блин, что живем, да, мы можем себя оставить там память, себе воспроизвести в виде какого-то дела. Ну, например, iPhone. Да. Дело Стива Джобс. Да. Он оставил по себе большое наследие. Мы до сих пор, ну, благодарим его за то, что он там свой вклад в развитие мира принес. Но, как долго Apple будет существовать? Тут вопрос. То есть, что произойдет спустя 10, 20, 30 лет? iPhone появился 11 лет назад. Да. Совсем недавно, да. То есть, до появления iPhone, Apple была совсем другой компанией. Ну, реально достаточно. Ну, совсем не той, что после появления iPhone. А это всего 10 лет назад, 11, да. То есть, а что будет еще через 10 лет, непонятно. Может, ее вообще не станет. Вполне возможно. Вполне возможно. Да. И, таким образом, есть понимание, что, на самом деле, дело – это классно. То, что мы, как люди, вкладываемся в какое-то дело. Но оно не вечно. То есть, может так произойти, что на каком-то поколении жизнь компании прорвется. А вот дети – это как раз-таки, если ты все правильно сделаешь, это в теории вечной жизни. Да. То есть, ты вкладываешься в ребенка, передаешь ему свои ценности, мысли. Он… Опять же, передаешь ему, в том числе, необходимость передать это дальше. Да. И если все ты делаешь правильно, вложил достаточное количество времени, то ты воспроизведешься в своем ребенке, а потом во внуке, в правнуке и т.д. Получается, что семья – это более надежный способ воспроизведения, чем дело. Получается, самая эффективная, так скажем, инвестиция. Ну, если так говорить. Ну, да. Опять же, про примеры тоже согласен. Конечно, надо показать. То есть, ну… Делать тоже интересно. Есть ли какой-то совет, как отец, там… Не знаю. Вот я понял то, что, как отец, ребенка ты должен поместить в правильное окружение… Ну, поместить – неправильное слово. То есть, правильное окружение – пихнуть такое, Иван Иванович. Вот это вот я понял. Но, там, насчет денег, там, не знаю… Например, для меня много где топливом с детства работало то, что вот как раз не было денег, да? А вот, например, я не уверен… Я всегда говорю там, типа, я, например, своему ребенку не буду давать деньги, да? По крайней мере, у меня такой взгляд. Я не знаю, точно будут или нет эти деньги, да? Просто… Это… Ну, как… Вот тот же Фридман. Я посмотрел его интервью с Оскаром Хартманом. Ага, то есть, это с Хартманом было интервью, о котором я говорил? Да. Вот, я… А, все, я тогда смотрел. И он там говорит, я свое состояние не буду оставлять своим детям, потому что… Да, у него есть 2 миллиона долларов всего, да, оставляют? Что-то типа такого. Я не понял. Но посыл был такой. Это, наоборот, будет их разрушать и так далее. Да. Знаешь, можно просто тоже историю к этому, да? Я недавно встретился с одним парнем. У нас просто был разговор, он попросил встретиться. Мы посидели, пообщались. И он мне такую очень интересную вещь сказал. И меня, на самом деле, это очень сильно смотивировало. И я очень сильно задумался насчет этого. Он вообще сам, ну, как бы, из богатой семьи. Отучился вообще за рубежом. И мы сидим, общаемся. То есть в школьные времена это такие были, блин, крутые парни. Это когда мы вот были в столовой, а они ходили, вот, знаешь, на ту сторону вот улицы и покупали себе латте с круассаном, шоколадом. Я думал, господи, это же, ну все, это вот вышка, да? И сейчас этот парень говорит, бро, капец, тебе повезло, что у тебя не было такой финансовой возможности, как у меня, потому что я не могу найти мотивацию у себя зарабатывать деньги. Объясни мне, вот, какая мотивация. И я, на самом деле, в этот момент встал и думаю, елки-палки, это же реально круто. То есть прикольно, вот это челлендж-игра. А насчет, допустим, ну конкретно меня, в моего случая, у нас сейчас такая игра с алимом. Он, в общем, съездил на море и теперь он постоянно говорит, что хочет на море. И мы придумали ему такую, типа, челлендж, что ему нужно заработать денег. Ну, то есть сейчас пока нет такой возможности у нас. Я уже представил алиму, который сидит, контент-план. Нет, 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 на самом деле у него есть копилка сейчас, и он находит, получается, дома монетки и прям старается, он бежит, закидывает туда и говорит, вот я, типа, и знаешь, он мне вот недавно, я уходил, он говорит, папа, работать хочу. Он просто мне сказал, и говорю, где? И он говорит, пойдем, типа, и к окну меня подводит, а у нас там на коктюбе вид, получается, вот это вот колесо, он говорит, там работать хочу. Включать-выключать свет. Я такой, ну, это неплохая работа. Ну, конечно, можно найти... Что-то алицет пока нет. Ну, блин, может владеть хотя бы, нет? Но, мне кажется, вот отсюда можно начинать уже немного, вот как-то программировать, так скажем, на движуху, типа. У меня такой подход. То есть я тоже вижу разные инициативы, типа, Гивен Плетч, то, что вот Билл Гейтс, Уоррен Баффет планируют значимую часть благосостояния, отдать ему благотворительность. Мне не близка позиция, да. То есть у меня другая. Мне, наоборот, нравится идея династийности. Это как? Ну, как Рокфеллеры, как Ротшильды, да. То есть у тебя есть некая династия, и ты из поколения в поколение помогаешь там семейному делу расти. Мне эта идея близка. Я объясню, опять же, с чем позиция моя связана. Есть классная книга Гладбелла «Гений аутсайдер». Там речь о том, что, как ты сказал, от окружения очень много зависит. То есть мы все склонны приписывать свои успехи себе. Типа, это мы, красавчик, вырвались. Ну, а там системные приводятся примеры, что на самом деле половина – это тебе повезло в нужное время оказаться в нужном месте. Вторая половина – да, действительно. Ну, пример простой. Если бы, например, мы все родились где-нибудь в Африке, в семье, которая там с утра до вечера всю жизнь косила какой-нибудь тростник, скорее всего, мы бы там косили тростник, мы бы не знали, что такое айфон, чтобы есть социальные сети и все остальное. То есть наша жизнь пошла бы совсем по-другому. Нам, условно, повезло родиться в соответствующих городах, в соответствующих семьях, которые дали нам там образование и все проще. В стране, не в Северной Корее родились же, в Казахстане и так далее. По безусловь, поэтому… Можно натука его вот так начать, знаешь, что такое интро? Ну, до чего мы дошли до текущего момента, да? Ну, опять же, анализирую свою жизнь, я тоже вижу, что очень многие случайности случаются, которые тебе направляют совсем в другую штуку, но очень много случайностей, которые кардинально влияют на твою судьбу. Так вот, там есть классные примеры, например, вот пример запомнился. Оказывается, большинство крутых игроков НХЛ, они родились… Январьские… Январь-февраль. А те, кто родился в декабре, классных игроков практически нет. Почему? Вот, почему? Потому что не повезло тебе родиться. Там всё-таки какая? Когда ты идёшь в канадскую школу хоккея, то там берут годами. Да. Допустим, 84-й год. Ты какой был? Да, 96-го. Господи, почему я запишу? Допустим, смотри. Набор 96-го года. Они маленькие дети, шестилетние. Так вот, чувак, который родился в январе, он почти на год старше того, кто летит 31 декабря. В этом возрасте один год это критично, он гораздо здоровее, мощнее. Что дальше происходит? Эти люди, они мощнее, здоровее, они лучше играют в хоккей в этом возрасте, лучше координации и так далее. Им дают основные составы, им дают лучших тренеров, они больше всего тренируются. А те думают, что они неудачники по жизни, что они слабые, там, никчёмные и так далее. И сами себя начинают где-то закапывать. В итоге уходят из хоккейной школы и так далее. Только себе реально повезло родиться там в декабре, ну, данные у тебя такие ого-го богатырские, ну, ты там прорвёшься. Ну, редкость, да, большая? Да, да, да. Прикольно, прикольно. Ты понимаешь, что некая случайность влияет на твою судьбу и тренеру. Вот, поэтому, вопрос с чего у нас начался? Династии. Династии, да. То есть, безусловно, если у тебя есть возможность создать правильное окружение для своих детей, я считаю, надо 100% этим пользоваться и ничего там плохого нет. В конце концов, наверное, для этого мы и работаем, чтобы там наши дети, они были там более успешными, у них были там лучшие условия. Другое дело, что главное, что ты можешь своему ребёнку дать, это же не бабло, не деньги. Вот именно, что как раз-таки это не главное. Главное, это дать ему способность зарабатывать деньги, идею. Кто читал книгу «Атлан Расправил плечи», там есть пример, который для меня, ну, является, наверное, то, что я сам хочу воспроизвести. Там есть такая семья Данкония, династия Данкония, и вот у них в династии есть правило, что они делают всё, и как бы их главная задача, что они объясняют детям с самого рождения, что ваша задача приумножить благосостояние семьи, это ваша ответственность, ваша задача созидать, создавать продукты, чтобы благосостояние семьи увеличилось. То есть, у них вопрос с твоим парнем, чтобы ему посоветовать, зачем делать, для созидания. То есть, деньги не для потребления, а для того, чтобы это ресурс, который даёт возможность делать общество круче. У многих нет этого ресурса, они не могут сделать общество круче, настолько круче, как те, у кого ресурсы есть. Но если ты правильно вложишься в своих детей, ты дашь им соответствующее образование, воспитание и понимание, зачем всё это надо, какие возможности это ему открывать, то ресурсы – это здорово. Я вижу, наряду с фейлами, когда люди, дай бог, дети наркоманы и так далее, это явный пример того, что семья не занималась воспитанием. Они ушли слишком сильно в бизнес и забили на детей. Это один перекос. Но есть и замечательные примеры того, когда наследники подрастают, им дают возможности, и они этим возможностям делают крутые вещи. Да, это часто существует. Да, я думаю, что это всё-таки вопрос каждой конкретной семьи и того, как они вложатся в воспитании детей. Ну и то есть, мне кажется, что, опять же, ресурсы – это не есть ужасно, нельзя ребенку дать. Да почему нельзя? Можно, даже нужно, я бы сказал, да, в нужный момент дать. Ну, главное не это. То есть, если ты воспитываешь ребенка, ты учишь его зарабатывать деньги. То есть, я думаю, что, безусловно, детей надо ограничить бюджет 100%. Они должны понимать… Хороший пример, не дам. Вот один из первых примеров. У меня ребенок 6 лет. Она пошла сейчас в школу на подготовке к школе. Так. И у них есть внутренняя валюта. Так. Они делают домашние задания, активничают на уроке, зарабатывают айбаксы. Айбаксы? Айбаксы, да. Ага. На айбаксы ты можешь купить шоколадки, игрушки и так далее внутри. Классный пример. Девочка работала что-то 2 недели, зарабатывала айбаксы. И после этих айбаксов она их решила потратить. Девять айбаксов. Уезжала в Турцию, прикинь. Нет. Она купила шоколадку. Ага. Всего лишь шоколадку. Я ее поздравляю, говорю, круто, молодец, своим собственным трудом. Делай прописи, то-сё, пример, решай, активничай, ты заработала шоколадку. Вот так же и мы с мамой работаем, зарабатываем деньги, чтобы можно было тебе что-то покупать и так далее и тому подобное. Я видел, как она призадумалась, ну ни хрена себе, типа, я 2 недели фигачил на разные шоколадки. Ну, условно. Да, да, да. Составляет задуматься. Поэтому, если ты, ну да, объяснишь ребенку, как это, и важно, наверное, да, хороший пример, зачем. Вот объяснение зачем, зачем это все надо, это то, что, наверное, родители могут дать ребенку. Ну, поэтому, по мне, так, ну, деньги-то здорово, это ресурсы делать какие-то классные вещи. Ничего плохого у них нет. Ну, просто... Ну, да, там еще, возможно, такой кейс, что, там, этот, его папа немного давит в этом плане. Ну, то есть, ну да, это уже, сейчас, что мы, этот, этот, разбор из семьи, да, устраиваем. В принципе, это, да, смотря какая ситуация, смотря какие родители к меня ждут. Я помню, как этим психолог мне объяснял, что, вообще, у нас в Казахстане, и, да, и не только, наверное, в Казахстане, типа, это, с детства начинается, типа, деньги, это плохо, с мультиков и так далее. Асана Сюен, вот эти вот, типа, это засело в голове. Вот, по идее, почти закончили, там, две книги, две книги, хотя вы уже сказали, нет, давайте две книги, да, которые по уровням один такой для начинающих, типа, которые, там, не знаю, стали каким-то таким точкой буферкации, может быть, да. И за кем можно пофоловить, и все, в принципе, закроют. Ну, я бы всем посоветовал прочитать Афанат Росфавопречи, потому что, на мой взгляд, эта книга, это гимн капитализму, она нереально черно-белая, то есть, она, ну, черно-белая в плане того, что там, конкретно, капиталисты хорошие, все социалисты плохие, да. То есть, в жизни, конечно, все равно не так, ну, то есть, есть оттенки еще, но она очень ярко говорит о том, почему капитализм – это созидание, почему это здорово. Для меня это точно еще большее укрепление понимания того, что быть приматерьем – это классно, и она мне точно правила мозги, вот, для меня это, прям, одна из таких базовых вещей, которые, если верить тому, что написано в воглавлении, то эта книга номер два в Соединенных Штатах по продажам после Библии, после Библии, то есть, типа, а-ля Афанат Росфавопречи, она все читает, да, но она реально крутая. Библия – бизнес. Да, можно так сказать, можно так сказать, поэтому она для меня, прям, точно, вот, это бизнес-роман, то есть, он читается первые 30… Я думаю, он толстый, да, как-то? Там же трилогия, три книги, но, опять же, оно, по мне, оно залетает, то есть, первые 30 страниц перебороть мне было тяжело, потом, это просто интересный роман, новый бизнес-роман. Я фильмы посмотрел, которые сняли. Это не то, это не то. Да, их так дешево что-то сняли, и как-то не то, короче. Ну, а дальше, там, просто, чем ты занимаешься. Хорошие книги, мне нравится, там, очень «Good to Great», но это уже для тех, кто идет в бизнес. А, Jim Collins, да? Да, читайте, Jim Collins «Good to Great», потому что дает понимание того, почему надо строить компанию с длинным горизонтом, думать не коротким, там, субить бабла завтра, а думать все-таки вот длинным горизонтом. У меня тоже психология заставляет чуть по-другому смотреть. И все книги от предпринимателей. Не важно, кто что создал, если человек создал крутую компанию, прочитать его историю – это очень полезно для того, чтобы строить свой бизнес. Ну, у меня в Инстаграме, допустим, я яро пропагандирую книгу «Икигай». Не знаю, как человек пошел, короче, я жду слова благодарности от издателей. Мне кажется, до этого это все стояло, потому что прям пошло. Ладно, я шучу, на самом деле, я, правда, искренне очень делюсь. Напомни, «Икигай» – это что? Ну, вообще, если вкратце, ну, это философия японская, которую вот японцы придумали. Просто факт, который, я думаю, сразу одним словом объяснит, что это такое. В том регионе, где прям активно, полностью приняли эту философию, люди живут до 120 лет, допустим. То есть, это такая философия, она охватывает все принципы жизни. То есть, там и работа, там и семья, и все. Это очень, на самом деле, можно сказать, где-то банальные вещи, но они круто описаны вот этим японским языком. Ну, в плане, мне очень нравятся просто японцы. Они, конечно, где-то очень категоричные, у них там свой мир. Но, когда я прочитал «Икигай», я, допустим, после этой книги сразу начал смиренно работать, ценить то, что имею, радоваться каким-то простым мелочам. И мне кажется, вот сейчас это как никогда актуально. Особенно вот для ребят, про которых я описывал в начале, которых давят Инстаграм и все прочее. И мне кажется, это сейчас как таблетка такая. А вторая книга, она у меня... Я просто, да, тоже есть какие-то такие индивидуальные, но если говорить сейчас, о чем я здесь... А, в смысле, что ты сейчас читаешь? Да, да, да. Я сейчас, кстати, с собой таскаю в котный двор, мне сказали почитать. Тайная опора, привязанная к жизни ребенка. Ну, это прикольно, да. Да, на самом деле, Людмила Петрановская. Я очень себя чувствую сейчас старым. Ну, не знаю, почему-то такое слышно. Я когда своим друзьям-ровесникам показываю, они не понимают... А, вы тоже читаете? Да, да, да. Но мне... А, да? А, все. Да. Это, на самом деле, знаешь, просто вот по возрастам, что происходит, что надо делать. Прям очень классно. То есть она такая еще... Есть же тоже там в этих... в образовательных таких книгах, там же тоже есть у всех свой взгляд, у кого-то радикальный. У нее идеальная золотая середина, знаешь? Она не перегибает. Мне нравится вот эта книга. Она такая, да, боже, смешная. Такая советская... Ну, да. Вот. Все, в принципе. Все, спасибо, что пришли. Блин, было офигенно. Все, спасибо. Спасибо. Все, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok